От Томска до Сочи 4520 километров. Именно такое расстояние преодолели две репродукции панорамы штурма Рейхстага. Их изготовили и передали в Дармузею по поручению губернатора Томской области. И не случайно. Командир 756-го стрелкового полка Федор Зинченко – сибиряк. Именно его бойцы 30 апреля 1945 года штурмом взяли Рейхстаг, а 1 мая водрузили на нем знамя победы. Илья Яковлевич Сьянов оказывал огневую поддержку разведчикам Егорову и Кантаре. В Томске родился, жил герой Советского Союза Зинченко. Он был командир дивизии 756-й, в составе которой была группа по водружению знамен на поверженный Рейхстаг. И одной из род командовал ваш прославленный герой Сьянов, сын которого стоит сейчас рядом с нами. Поэтому, конечно, нам захотелось встретиться. Безусловно, это очень приятно. С низкой благодарностью степлый губернатор Томской области, чей земляк – командир полка Зинченко Федор Матвеевич, а наш – Илья Яковлевич Сьянов. Они помогли нам. Действительно, очень ценно. Ценно, потому что и их панорама, которую они нам, дар музею, преподнесли, стала центральной экспозицией нашего музея. В Томске тоже есть такой музей, как в Сочи, посвященный подвигу воинов, дошедших до Берлина в 45-м году и выдрузивших знамя победы над Рейхстагом. Но экспонаты там другие. Среди них нет, как в Сочи, мирно шагающих часов, которые достались Сьяному, как трофей из военной немецкой канцелярии. Здесь также хранятся документы, предметы военных лет, медицинские инструменты. Ведь в Сочи, как известно, был городом-госпиталем. Мы вообще уделяем огромное внимание истории. И, конечно, музеев в городе очень много. И инициатива Совета ветеранов нами тоже принята. Мы в Сочи оказываем содействие. Музей боевой славы имени Героя Советского Союза Ильи Сьянова открылся в микрорайоне Ареда недавно. Сначала это была комната памяти героя, созданная по инициативе Городского Совета ветеранов. Со временем экспозиция расширилась. Теперь вот пополнилась новыми экспонатами из Томска. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Где он жил.